Тикток значит, да? Тикток, мать его! Что это? Тикток это сверхпопулярное приложение для съемки коротких видео. И сейчас его используют буквально мать его каждый. И знаете, это уже похоже на одержимость. Одержимость бесами, конечно же. На первый взгляд, все это выглядит довольно-таки невинно. Народ танцует, поет под фанеру и делает... Да, это было довольно-таки странно. Юзеры Тиктока привлекают аудиторию всеми возможными способами. Например, эта девушка с двумя прекрасными личными качествами тратит все свое время на съемку глупых видео. Погоди, ну я ведь тоже так делаю. Они говорят не своими голосами. Не дайте себя обмануть этой милой мордахой. Просто послушайте это видео наоборот. Я бы тоже хотел, чтобы мне это показалось. У людей постоянно происходят судороги. У кого-то очень талантливые судороги. Но все это броделки беса. Ведь как можно так хорошо двигаться? Иногда люди делают видео вместе, где совершают странные делодвижения, что очень напоминает оккультные ритуалы. Также Тикток привлекает много знаменитостей. Маршмеллоу. Диджей и музыкант. Если человек носит маску, ему уже очень сложно доверять. Давайте посмотрим, что под ней на самом деле. Ладно. Похоже, что он чист. Уилл Смит. Человек, который сыграл Джина в фильме Алладин. А Джины, согласно моим секретным источникам, также являются бесами в своих видео. Он занимается черной магией. Это довольно-таки странно. Но ничего необычного. На этот раз тебе повезло. До появления Тиктока вертикальные видео считались чем-то мерзким. Но потом появилось кое-что по-настоящему отвратительное. И это горизонтальные видео в Тиктоке. Какое уродство. Но это было только начало. Как насчет скачать видео с Тиктока и загрузить их на Ютуб? Чтобы все смотрели их вот так. Господи, за что? Полтора миллиона просмотров! Вот черт. Похоже, этому телефону конец. Мне срочно нужен новый. Заходим на Е-каталог. И что мы тут видим? Камерафоны. То, что нужно. Без хорошей камеры на Тиктоке делать нечего. Так как я доверяю людям, то сортируем телефоны по отзывам. 28 зеленых людей одобряют этот телефон. Неудивительно. Потому что... Все, Йоми Топ за свои деньги! Выбираем его. Так. На этот телефон есть куча обзоров. Смотрим их все, чтобы не ошибиться с выбором. Четырех руки и мутанты одобряют. А теперь выбираем самое важное. Цвет телефона. Берем зеленый, потому что нам надо выделиться. А еще, потому что... Зеленый успокаивает. Если хочешь выбрать себе новый телефон, то можешь легко это сделать на Е-каталоге. Ссылку я оставил в описании. Погодите-ка. Популярность вертикальных и горизонтальных видео в Тиктоке может означать только одно. Как я мог не видеть этого? Все это может показаться бредом сумасшедшего. Но у меня есть доказательства. Через месяц после релиза Тиктока, корейская группа Twice выпустила песню под названием... Что означает плащ и грусть. А также совпадает с первыми буквами в словах Тик и Ток. Очевидно, что корейцы большие любители этого приложения. А вся эта песня ничто иное, как громкий крик о помощи. В словах песни говорится... Я в двух умах, в неловкой ситуации. Да, ситуация и правда неловкая. Но в двух умах что? Участницы группы говорят, что это песня про девушку, которая влюбилась в парня. Только этот парень, демон, который сидит внутри и оскверняет ее разум. Мне хочется плакать. Я не чувствую себя собой. Это совсем не похоже на меня. Очевидно, что девушка начинает терять свою личность. И возможно, это было последним предупреждением. Впервые я узнал о ТикТоке из этого видео. Никогда не заходите в ТикТок в 3 часа ночи. О господи, как много рекламы. Но эти ребята зашли. И знаете, что случилось? На видео наложился красный фильтр. В смысле, ТикТок оказался проклят? Главное не смеяться. Все это доказывает демоническое происхождение ТикТока. Потому что... Ну как можно не верить этому лицу? Некоторые люди сверху даже запустили в ТикТок экзорцистов. Для очистки от этой нечисти. Знаете, когда Иисус изгонял из людей бесов, те кричали в агонии. И имя мне Легион! И это... Воистину Легион. Семь смертных грехов. Лень. Чревоугодие. Гнев. Алчность. Зависть. Гордыня. И похоть. Все это отражает сущность ТикТока. А знаете что? Давайте-ка взглянем на эмблему. Думаете, что тут нет ничего особенного? Ха-ха. Как бы не так. Смотрите. Номер зверя собственной персоны. А теперь взгляните на это. Опять ничего. Вас обманули. Они уже здесь! Здорово, ребятки! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если тебе понравилось, то обязательно подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, комментируй и рассказывай об этом видео всем своим друзьям. Спасибо всем моим спонсорам, особенно этим. Смотри мои другие видео и я увижу тебя в бесконечности.